Почему гориллы такие сильные и может ли быть человек сильнее гориллы? Гориллы самые большие приматы на Земле. Они делятся на горных горилл и низинных горилл. Горные гориллы больше по размеру и сильнее физически. ДНК этих приматов на 98% совпадает с ДНК человека и поэтому большинство вещей у них тесно связаны с человеческими. Гориллы не только большие, но и очень сильные. Обитают горные гориллы на склонах высокогорья. Сегодня они встречаются только в Уганде, Руанде и Конго. Сегодня это одни из самых привлекательных существ на Земле из-за их интересного характера. К тому же сила горилл не может сравниться с силой других приматов и они входят в десятку самых сильных животных на Земле. И благодаря этому в схватках они очень разрушительны и бесстрашны. К тому же у горных горилл одно из лучших соотношений силы и веса среди млекопитающих. Обладая этой силой гориллы легко могут срубить банановое дерево голыми руками. Некоторые гориллы даже сбегали из клеток, разгибая железо. Помимо сильных рук, хватка гориллы тоже является очень сильной и входит в топ самых сильных укусов на планете. Но почему гориллы так сильны? Сила гориллы обусловлена несколькими факторами, включая ее размер, форму тела и питание. Помимо этого, гориллы обладают уникальным и прочным физическим строением. Руки гориллы невероятно мускулисты и сильны. Все потому, что лазая по деревьям, каждый день их руки получают невероятные нагрузки. Даже при своем большом весе они способны карабкаться и раскачиваться, демонстрируя свою невероятную силу рук. А энергичны они благодаря своему разнообразному рациону питания. Силу же человека горилла превосходит в 4 раза. К примеру, серебристая горилла может поднять в 2 раза больше собственного веса, чем может поднять сильный человек. Но несмотря на это, часто у людей возникает вопрос, что если произойдет бой человека с гориллой, кто победит? Итак, средний вес гориллы составляет 143 килограмма, но сильнейшие особи имеют вес в 300 килограмм. Средний вес человека составляет 80 килограмм, а один из самых сильных людей весит около 147 килограмм. Тут явное преимущество не на стороне человека. Также у горилл более толстая кожа и более мощные кости в сравнении с человеческими. Это означает, что человеку нужно очень много энергии, чтобы нанести ущерб горилле. Но сможет ли человек вообще нанести удар? Ведь их руки более сильные и длинные. К тому же в схватках гориллы используют укус, чего человек сделать не может. Ведь челюсть гориллы более сильная, с очень острыми зубами. И наконец, что не менее важно, горилла это дикое животное, и их дикая природа не позволяет им сражаться с нами, как с человеком. Ведь они очень дерзко дерутся, и это может привести к очень опасному исходу боя. Это видно даже по их собственным схваткам между собой, поэтому думаю ответ на этот вопрос очевиден.